Голод 40 дней на видео. Здравствуйте, я из Казахстана голодаю уже 20 дней, хочу продержаться до 40. Первый раз можно так долго голодать? Ответьте пожалуйста. Вот смотрите, если действительно человек раньше не голодал и сразу до 40 суток, ну конечно можно, конечно можно голодать, но при этом надо понимать, что, вернее с чем вы столкнетесь. Вы столкнетесь на голоде с различными вариантами очистительных кризисов. Как вы их пройдете? Вы их поймете, не поймете? Насколько у вас хватит решимости, вашей жизненной силы для того, чтобы выдержите вы этот срок или не выдержите? Это тоже большой вопрос, потому что для меня лично было большим удивлением, когда я сам голодал там неделю, там две, по 30 дней наконец-таки, за 40 даже голодал, а слышал, что девчонки на шестой-седьмой день голода падали в обморок. Для меня это было как-то непонятно, как это так? Да я тут запросто насухо этот срок отголодаю. Оказывается они не были настроены, они не понимали как помогать своему организму, как его очищать для того, чтобы не было самоинтоксикации. И у них как повалило это все, самоинтоксикации плюс вот этот вот в голове сумбур не настроенный на голод, а на то, что вот обида за то, что их обозвали толстыми. И это дало вот такую вот у них такую гремучую смесь в сознании и в итоге в организме, что они уже могли умереть примерно день на десятый. И вот здесь в данном случае очень важно изучить реакции своего организма на голод. Далее на выход, потому что вроде голодать, ну еще нормально там. Хотя разные вещи бывают во время голода, но вы допустим вот-вот проголодали. Пищеварение с желудочно-кишечного тракта у вас ушло на клеточный уровень и как теперь его с клеточного уровня опять вывести на желудочно-кишечный. Думаем, что сейчас мы только раз забросили еду в желудочно-кишечный тракт и он сам начнет работать. Ничего подобного. Ничего он сам не начнет работать. Это примерно то, что происходит с младенцем. Он питался через материнскую кровь. Родился. Для того, чтобы запустилось его пищеварение, должна подаваться определенного рода пища. То есть он созревает, входит в силу желудочно-кишечный тракт. Начинает с молозива, потом материнское молочко и потом дальше идут прикормы и он может. Вот ребеночек родился, это примерно голодание после 40 суток и вы ему только такая раз колбасу туда, хопа, засунули с хлебом и чаем залили сладким. И что думаете? Нет ферментов, нет крепости пищеварительных соков. Он вообще не готов к этому. Это является чужеродным веществом, которое там либо он вырвет, либо оно его отравит. Вот так точно и здесь может быть. Поэтому надо изучить свой организм, в первую очередь. И изучить, как он реагирует на голод, что там происходит. Научиться вовремя выходить, потому что мы думаем, ага, я сейчас могу проголодать 40 суток. Вот чисто теоретически 40 суток. А хватит ли у вас сил, хватит ли у вас жизненной энергии это сделать? Может у вас только ходит на 20 суток, а вы замахнулись на 40. Это не значит, что вот будем вот так вот. Поэтому тут очень много таких вопросов, которые я изложил. Вы знаете, вот чем я сейчас горжусь, это тем, что написав книгу, ну в частности книгу «Лечебное голодание», я не привел именно свою какую-то систему, которую я бы рекомендовал всем. Вот смотрите, я такой-сякой, я голодал 40 суток и я вот вам советую вот так. Я это знаю. Я-то знаю для себя. Но также я знаю, теперь знаю, что у каждого человека своя собственная индивидуальная конституция, которая по-разному реагирует на голодание. И допустим, те же 20 суток для одного могут быть предельными, а для другого человека это просто-напросто. Он только начал голодать, только его организм там что-то запустился. То есть все зависит от исходной массы тела, от настроя и многих других причин. И это все индивидуально узнается. Так вот, вот в этой книге я указал ряд специалистов, рекомендации ряда специалистов, которые практиковали сами голодание, имели клиники голодания, все это наблюдали. И вот какие рекомендации они дали. И я их все изложил и потом уже сделал свое заключение на этом основе. Вы можете взять любой там голод, людей, которые голодали очень много, и в том числе пишущих людей. В том числе вот мне сказали, вот я голодаю по Суворину. Ну голодайте по Суворину, раз вы так чувствуете, подходите к его изложению. Потому что каждый человек настраивается по-своему. И он постарался в своей книге, чтобы эта информация пригодилась для любого человека, а не каких-то избранных, для которых вот эта методика подойдет. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!